До Дня Незалежности трое суток. К этому святу в наступном году исполнится 30. С початку его означали 27 липня в Гонор принятие Декларации об Державном Суверенитете БССР. Проспять годов в 96-м День Незалежности перенесли на 3 липня. Это дата вызволения Минска от фашистской оккупации. Как свято будет означаться все лето, уличывающий пандемию, доведалася Марина Джалая. Священная ключевая падения дня – урочистое шестье. Его дополняют сотни мероприемств, которые проводятся в литерально у каждом кутку нашей краины. На жаль, все лето пандемия порушила шмат планов, а свято в любом случае – быть. Да, и оно не станет настолько масштабным, как в минулые годы, но не глядяши ни на что, сберы людей, для которых суверенитет, незалежность и свободы Беларуси – самые важные державные ориентиры. Самый важный день для любого беларуса, и для меня в том числе. Потому что это тот праздник, который олицетворяет сегодня независимость нашего государства, нашу самобытность, нашу историю. Это тот день, когда вся нация должна объединяться, и она объединяется. Хотя до свято еще три дни урочистости проходит и зараз. Так у Мазыры после реконструкции открыли театр. Городжане вельми чекают в початку спектакля. Важные подеи отбудутся и в ближайшие дни. Сами ж церемонии начнутся в четверг другого липеня. Налее героя у Гомеля пройдет митинг и ускладание вянку у кветок. Автомобилистов этот день ждет открытие после рамонта в улице Шаученке. Третьего липеня, День незалежности, начнутся в 46-го митингу на площади працы. С момента торжественного церемониала мы переместимся уже на площадку улицы Портовой, где распахнет двери после реконструкции спортивный комплекс училища Олимпийского резерва областного. Основные мероприятия будут проходить здесь, в нашем любимом и замечательном парке. На Киевском Спурске разместятся выставки детской школы искусства города Гомеля. На фонтане возле лодочника Белорусский республиканский союз молодежи проведет традиционную свою акцию в Шиванке. И я тоже приглашаю всех гомельчан и гостей нашего города на этот необычный перформанс. Вся набережная будет разбита на зоны, спортивную зону, игровую зону, на которой будут представлены наши учреждения образования, музыкальные школы. И я думаю, что каждый гомельчанин от самого маленького до самого взрослого найдет для себя по интересу ту точку, ту зону, которая, конечно, будет специально работать в этот день для наших людей. А в вечере на набережной Ракисош пройдет концерт, апофеозом которого станет церемония улучшения, что годовой премьет «Человек года». За пять хвилин до 23.01 стартует акция «Спьем гимн разом». После ее завершения небо осветит фейерверк. Все лето программа святкования Дня Незалежности будет складаться не только с традиционных, а и абсолютно новых, уникальных мероприемствов. Программа до торжественной части будет строиться по принципу практически народного караоке. Впервые в Гомеле на набережной будет проходить церемония награждения лауреатов премии «Человек года Гомельщины». Это впервые. А также впервые в Гомеле на набережной будет проходить вся торжественная часть. И мы будем строить весь концерт на словах гимна. Это наша уникальность. Уличивающую по кулешей складанную эпидемиологичную ситуацию, назвы творческих коллективов и именных хедланеров свята станут святыми литерально напередодними Дня Незалежности. Но самое главное, что свята – наша огульная. И об этом 3 липня будут узгадывать в каждом регионе нашей страны. Марина Джалаю, Ген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».